Дагестан 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 Праздничные мероприятия завершились большим концертом в Русском театре, где артисты военного оркестра и творческие коллективы Республики подготовили музыкальную программу. Дорожные службы и спасатели расчистили часть дороги, накрытой снежной лавиной в Рутульском районе. На участке организована пешая переправа. Спасатели помогают местным жителям перебраться через расчищенный участок на другую сторону села. Напомню, что за последние несколько дней в горах Дагестана сошли еще две лавины. Одна из них в Тляратинском районе, вторая в Рутульском. По данным МЧС, в результате происшествий никто не пострадал. Значительных разрушений нет. Особенно сложной ситуацией отмечается в селе Цахурта, как дорога через него связывает с внешним миром и несколько других населенных пунктов, в которых проживают около 4000 человек. То соседний автомобиль не заметят, а то и вовсе пешехода. И все из-за затемненных стекол. Как показывает практика, излишне тонированные автомобили нередко становятся виновниками ДТП, особенно в ночное время. Тонировать автомобили можно, но по определенному регламенту. Чтобы предотвратить автоаварии, сотрудники ГИБДД возобновляют рейды по выявлению нарушителей с излишне затемненными стеклами. Затемненные стекла или покрытие негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя ухудшается. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привезти свои автомобили в соответствии техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Ведь от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения. Что касается размера штрафа, то он составляет 500 рублей за первое нарушение. Однако власти собираются повысить первый штраф в три раза. Таким образом он будет составлять 1500 рублей. При следующих замечаниях размер наказания может увеличиться до 5000 рублей. Пока данный проект закона находится на рассмотрении. Сажид Сажидов представлен коллективу Минспорта Дагестана в качестве нового руководителя. Указ о назначении был опубликован на сайте правительства 26 марта. В разговоре с коллективом ведомства были отмечены успехи дагестанского спорта, достигнутые при предыдущем руководителе Магомеде Магомедове. Вице-премьер Муслим Телекава выразил уверенность, что при новом министре победные традиции будут преумножены. Сажид Сажидов – двукратный чемпион мира по вольной борьбе. С 2011 года выходец из Цумадинского района возглавлял сборную Дагестана. Затем с 2018 года он руководил региональной федерацией борьбы. Нейрохирургии Республиканская клиническая больница внедрили инновационную методику лечения фармакорезистентной эпилепсии. Пациент с такой формой болезни не поддается медикаментозному лечению. Девушке, поступившей в РКБ, всего 25 лет. С 17 из них она боролась с недугом. Как прошла операция и удалось ли победить болезнь, расскажут мои коллеги. Почти всю сознательную жизнь молодая девушка страдает от заболевания, поражающего головной мозг. Ухудшение психологического состояния приводит к регулярным бесконтрольным приступам, развитию психоза и травмам во время падения. Именно поэтому мама пациентки обратилась к врачам. Пациентка много лет лечилась, эффекта не было от лечения. Обратилась к неврологам, полностью обследовали. И как раз был тот случай, когда подходит к хирургическому лечению. Мы действительно благодарны той команде, которая у нас есть. Это команда неврологов, это анестезиологи, это реаниматологи. В принципе, у нас есть все необходимые условия для дальнейшего продолжения и для дальнейшего развития подобных хирургических вмешательств. Методика таких операций в России отработана. В частности, их успешно проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Именно поэтому на помощь нашим врачам прибыла и бригада специалистов во главе с главным нейрохирургом Российской Федерации Владимиром Крыловым. Совместно с дагестанскими хирургами пациентки провели костно-пластическую трепанацию черепа с последующим удалением части височной доли головного мозга. Операция заключалась в удалении очагов поражения височной доли, которая является зоной начала приступов. Эффективность этой операции составляет примерно 70%. На самом деле, это очень высокий процент успешных операций, потому что у 7 из 10 пациентов мы добиваемся так называемого полного контроля над приступами, но, говоря по-простому, практически выздоровления. Специалисты отмечают, что в нашей республике это направление нейрохирургии действительно актуально. В год должно выполняться более 200 подобных операций. Вообще, Дагестан по сравнению относительно с другими регионами, в Дагестане намного больше пациентов с эпилепсией. А как вы думаете, что вы так сказали? Это сложно сказать. Это в какой-то мере, и может быть, возможно, это связано и с родственниками, браками, и какие-то генетические моменты могут быть. Генетика, которая играет определенную роль. Но суд в том, что, как показывает статистика, пациентов, которых, фармакорезитентов, пациентов, которых нужно оперировать, в Дагестане больше, чем в других регионах. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо. Хирурги надеются, что теперь приступы эпилепсии в жизни этой девушки остались в прошлом. Лариана Шемхалаева, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сотрудники Республиканского Минздрава привились от COVID-19. Многие из них переболели еще в разгар пандемии. Руководство ведомства и ряд специалистов получили вакцину, как только иммунопрепарат получила республика. Исследование на антитела перед вакцинацией не проводилось, так как ранее сотрудники уже переболели. На сегодня в Дагестане прошли вакцинацию от COVID-19 более 30 тысяч человек. Отмечу, что в Дагестане развернуто 80 пунктов вакцинации, плюс 45 мобильных медицинских пунктов выезжают в труднодоступные территории. Записаться на вакцинацию можно заранее через портал госуслуги, в котором есть возможность введения дневника вакцинации. Свыше 100 устаревших лифтов заменят в многоквартирных домах Махачкалы в этом году. Накануне вице-премьер Батыр Имеев и мэр Махачкалы Салман Дадаев встретились с управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов, где предполагается заменить лифты. Новые лифтовые кабины будут закуплены у дагестанских производителей. Для замены выбраны лифты с истекшим строком эксплуатации, который составляет 25 лет, а также на основании обращений горожан. Работы по замене начнутся в первых числах апреля и продлятся до июля. На эти цели направлено 294 миллиона рублей. Благотворительный фонд «Инсан» подвел итоги 2020 года. Этот год прошел в тяжелых условиях пандемии. Из-за режима ограничений множество людей оказались в сложной жизненной ситуации. Тогда фонд «Инсан» организовал масштабную акцию «Продукты в каждый дом». Ее участниками и волонтерами стали студенты, спортсмены, политики, бизнесмены и не только. Год для нас оказался не совсем простым, а именно пандемия, которая внесла коррективы работы, можно сказать, всего Дагестана, всего мира. И сегодня мы собрались, чтобы именно поблагодарить всех тех людей, которые в течение всего года работали с нами, оказывали помощь всей нашей республике. На призыв фонда «Инсан» о проведении продовольственной акции «Продукты в каждый дом» откликнулись сотни желающих. Эта акция стала самым масштабным благотворительным проектом в Дагестане. Динамика роста нуждающихся пока опережает динамику роста помощи, которая поступает. В этой связи очень надеюсь, что подобного рода мероприятия будут способствовать увеличению в целом благотворительной помощи, в целом содействия нуждающимся больным детям, сиротам, вдовам и незащищенным с нами населениям. Мероприятие посетили множество гостей, и среди них мэр Махачкалы Салман Дадаев. В своем выступлении он поблагодарил, что именно фонд «Инсан» снял с администрации все вопросы оказания помощи населению. Более 300 лучших педагогов страны собрались на одной площадке. А поводом для этого стал форум «Учителя года России», который стартовал в Махачкале. Мероприятие проходит на базе онлайн-школы «Дом знаний». Какие важные навыки педагоги освоили на форуме, расскажет Патьмат Ханапова Ейслова. Как повысить качество образования, преподавать в игровой форме и применять современные технологии в педагогике. Все это обсуждается здесь, на специальных площадках. Опытом друг с другом делятся лучшие учителя России. Такие инициативы, говорят эксперты, сейчас педагогическому сообществу очень необходимы. Махачкала сделала первый шаг, и мы будем это использовать на системном уровне по республике. Это распространять проект взаимообучения педагогического. В Дагестан приехали учителя из 14 регионов. Это победители и призеры педагогических конкурсов. Сергей Ионов – лучший учитель Московской области 2014 года. Это не первый его форум, но единственный, где ему подготовили памятный сюрприз – посадку дерева в его честь. У меня уже есть человек, который будет за ним ухаживать, я бы сказал, больше. Очень приятно, и я думаю, буду гордиться этим. И детям скажу, что есть теперь такое дерево. А вы будете следить за его состоянием, то есть интересоваться в будущем? Конечно, мы даже уже обменялись данными, и теперь, я думаю, будет все под контролем, даже видеоконтролем. В рамках мероприятия были посажены десятки деревьев на аллее учителей. Надо сказать, что участниками форума стали более 300 педагогов. Организаторы планировали задействовать намного больше лучших умов страны, но пандемия внесла свои коррективы. В связи с этим были подготовлены и онлайн-мастер-классы. Те, кто не смог приехать в республику, смогли присутствовать на форуме дистанционно. В организации такого формата помогла онлайн-школа «Дом знаний». Это уже третье мероприятие, которое проводится управлением образованием. И на этот последний год мы активно сотрудничали, проводили много социальных проектов и решили как раз-таки объединить эти усилия. В этом году мы сделали еще прямые трансляции, которые доступны всем участникам. Можно задавать вопросы в чат. И таким образом охват в условиях пандемии, в условиях коронавируса гораздо увеличивается. Форум продлится до 31 марта. Программа будет обширная. Кроме образовательной части запланированный досуг. Участникам покажут достопримечательности региона, познакомят с культурой и традициями дагестанцев. Патиман Тханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В центре Каира открыли памятник Расулу Гамзатову. Бюст великого дагестанца-поэта создал скульптору Самаль Саравим. В торжественной церемонии в Парке Свободы приняли участие посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко, заместитель губернатора Каира, генерал-майор Мухаммед Осман, а также другие представители власти, культуры и образования. Этот бюст – 76-я работа скульптора в его творческой карьере и третья, что установлена в этом же парке египетской столицы. В Каспейске прошла фото-выставка памяти известного фотохудожника Амира Амирова. Организаторы – представители портретных и сюжетных работ автора. На них изображены образы его друзей, знакомых, коллег и не только. Как отмечают специалисты, основа творческих пристрастий Амира Амирова были любовь и уважение, доброта и мир. Фото-выставка проходила в здании первой галереи более двух недель. Сборная Дагестана под дзюдо выиграла чемпионат России среди слабовидящих. Турнир накануне завершился в городе Раменской Московской области. В активе наших спортсменов пять золотых медалей. Их обладателями стали Эльмурат Мукаилов, Руслан Албогачиев, Абдулла Курамагомедов, Анатолий Шевченко и Амина Магомедова. Помимо этого, на счету команды еще четыре серебряные и восемь бронзовых наград. Результаты чемпионата России будут учтены при формировании сборной страны перед Паралимпийскими играми. Наши новости вы также можете увидеть на нашем официальном сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова